Всем привет! Вы на канале Вульфи Нитрич. Разбираем обновление от 23 марта в Black Desert Online. Надо было сегодня сказать, что в Black Desert Mobile, потому что в BDM я сказала, что в BDO. Ну, короче, там своя тема. Сегодня, если быть прям очень-очень короткой, то обновление, ну, прям-прям очень махонько. Хотя целый гигабайт. Я думаю, что готовят нам уже контент, который будет зимой. Зимней локации, точнее. Ну и плюс кальфионский прием. Вот, смотрите, что. 26 марта. Это у нас, по-моему, суббота. В субботу, значит, приходим на кальфионский прием. А в воскресенье, либо, если повезет, в субботу вечером, я выпущу видео. Ну, скорее всего, в воскресенье утром я выпущу видос по кальфионскому приему. Что там рассказали, что показали, какие вопросы и так далее. Обычно кальфионский прием у них не очень глобальный, а так, чисто такой, по мелочи, по мелочи. Костюмчик новый для Валькирии. Такой вот костюмчик. Лично мне нравится. У меня только вопрос есть к плащу. Совсем не нравится плащ. Он очень странно выглядит. Вот здесь вот как бы все очень красиво. Ну, даже шлем сюда в целом гармонично вписывается. Только вот к плащу вопросики. Вот. И этот костюм добавят 30 марта. 6 апреля добавят такой же костюм на все классы. И 13 апреля на шай. Каждый день щедрые награды за вход. Это календарик с наградами. Тут вот эта штука для извлечения реликвии. Это сами камни в реликвию. Ну и дальше там по всякой мелочи, как обычно, полезные расходники. Можно почитать название здесь. Ну, либо завтра увидеть, когда откроется календарь. Из новых ивентов вот этот календарь все. Давай теперь пройдемся по старым ивентам. Оставленный подарок Яс. Это для тех, кто фармит Аттраксион. Дополнительно можно получить еще один сундучок с наградой. Нежное дуновение весеннего ветра. Это ивент на выпадение трофеев у нас, по-моему, до 30 марта. А, вот до 23 марта шанс трофеев уже закончился. Но при этом еще боевой опыт и опыт навыков еще остался. Также до сегодня был вот этот вот ивент закончился уже. Вот, дальше, 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 дальше. Весенняя охота за сокровищами. До какого числа у нас еще? То есть неделю можно разные куски на разные сокровища выбивать в дополнительных локациях. Моедины награда за вход для гильдии. Календарик. Слухи о таинственном незнакомце. Выполняйте квестик, чтобы взять 10 таких ярких свертков. Из которых 10 вот таких вот можно будет вытащить материалов. Ну и дальше старые ивенты, которые у нас тут награды за вход, укротители и прочее, прочее, прочее. Дальше, 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 дальше. Для всех классов полезное, вот, кстати, да, одна из первых важных таких изменений, это то, что добавили на арену свободы тренера Тахарса. Смотри, что это нам дает. Допустим, ты заходишь на эту арену и ты, например, стоишь на споте где-нибудь там, ну, где-нибудь далеко, да. Тут внезапно тебе приходит на спот какой-нибудь игрок и начинает мешать. Тебе нужно с ним драться. Для этого тебе нужно поменять стойку, например, с наследия перейти на пробуждение. У тебя сохранен пресет, но если у тебя не активна определенная подписка, то ты не сможешь поменять на споте. Поэтому ты прыгаешь вот так вот на арену свободы из любой точки карты, заходишь к Тахарсу, навыки и переключаешь пресеты. Все. Или же, если нужно, например, поменять морфы, вдруг ты там после осады забыл поменять морфы, прибежал на спот, зашел в гистрию, допустим, да, долго искал портал, тут бах, забыл, вспомнил, зашел, поменял. Это, мне кажется, надо было сделать практически с самого начала, но они только сейчас это сделали, но и за это спасибо. Правки по классам. Посмотрите, пожалуйста, на Маэву, я не знаю, хорошая это правка или нет. Вот какая-то вся защита увеличили на 10 секунд. А для шайки навык вот этот можно теперь использовать из быстрого слота. Контент. Самый такой, пожалуй, главный контент, который многих обрадует, это то, что можно сделать огород на 10 слотов без какого-либо влияния. То есть выполнив квестовую цепочку, которая берется у ученика Рианы в любом городе. Помните, это тот НПС, который был добавлен вместе с реликвиями и камнями в реликвии, световыми камнями. И вот у нее берется задание с припиской «Урожай». По заданию нужно прибежать вот в эту деревню. Вот сюда к этим, к Мартине на ферму Пинта. С ней поговорить, потом отправят использовать удобрение. Просто в рандомном месте используешь удобрение. Берешь опять сюда. А, нужно будет арендовать у нее забор. Вот смотри, главная штука. Ты когда арендуешь у нее забор, сначала нужно будет арендовать, да? А потом после аренды квест не зачтется. Нужно будет снова нажать диалог, и тут будет кнопочка. Что-то там арендован легкий забор. И тогда квест завершится. Вот с этим может быть проблема. А дальше просто ты ставишь огород, садишь картошку. Первое задание нужно будет, чтобы появились жучки, и нужно будет обрезать. Потом нужно будет собрать картошку. И ты можешь пойти вот тут, вот возле фермы Пинта. Тебя, кстати, отправят сюда собирать картошку. Запомни этот спот. Когда тебя попросят собрать 100 картошки, просто если у тебя есть ежик, берешь серп, и вот тут вот бегаешь, собираешь. Не обязательно это выращивать на огороде. Дальше следующее задание. Собрать семена картошки. Я лично буду ждать. Можно собрать, конечно, семена картошки и собирая картошку, но это надо будет много побегать. Плюс конкурентов очень много. Я лично буду ждать, пока она вырастет здесь. И третье задание, по-моему, сделать корм каменной пустоши. Тоже там все просто. Через изготовление. Что у нас тут? Через кулинарию. Пихаешь два любых отхода и делаешь корм каменной пустоши. Если же ты новичок в украшении, то вот за это задание тебе вот дадут неспелые плоды и необычные плоды. То есть их как раз и используешь для создания корма каменной пустоши. После этого тебе дается огород вот такого же размера. У меня сейчас стоит обычный огород, который не требует влияния. Вот данный момент, вот этот огород, у меня требует, по-моему, 10 влияния на 10 слотов. То есть можно... Но поставить можно максимум 10 огородов. И эту цепочку можно выполнить только один раз на аккаунт. То есть выполняешь один свой огород, отдаешь, освобождаешь влияние, вместо него ставишь этот. Для тех, у кого есть ГМ... Ну тут, конечно, не написано, что ГМ нужен. Но... А, вот, да. Грандмастер 1. Так? И этот огород, вот этот бесплатный, можно поменять на такой же, как мы берем огород у ГМа. То есть который покомпактнее. Вот, для этого нужно будет опять-таки взять задание старое на новое, получить у Кеула Вели, так? Отдать этот забор, мистические семена, слиток. И тебе дадут такой же забор, бесплатный, на 10 слотов, но поменьше. Вот. На 20% увеличено количество следующих животных для охоты. То есть вот для охотников увеличили мопцов. Изменен основной ингредиент для приготовления следующего блюда. Тушеные креветки с паприки на капусту. Ну, мне казалось, что это овощи, которые взаимозаменяемые. Ну, может быть и нет, потому что креветки я давно не готовила. Монстры. В храм Гайферансии внесены следующие изменения. Увеличено количество убийц храма Гайферансии фрагмента чертани на 50%. Шанс получения трофеев с них снижен на 20% и опыт снижен на 30%. Также тут парочка правок, что тайминги между появлением следующих мобов. Ну, короче, такие правки не критичные, но при этом тем, кто фармит храм, они, я думаю, сами заметят, как там что поменяли. Прям сильно ничего такого не поменяли. Для битв за узлы, теперь, раньше, оказывается, можно было удаленно, когда ты ставишь форт, либо ставишь постройку, можно было поставить этот форт в место, где, в принципе, нет синего колышка. Теперь это дело исправили и больше так нельзя делать. В интерфейсе добавили, вот тут в гифке, в принципе, все показано. Нажимаешь вот сюда на корзину и у тебя активируется кнопочка для удаления. Ты выбираешь, сколько чего удалить, нажимаешь выбросить и оно выбрасывается. Ну, вроде как удобно, когда у тебя много хлама. На аукционе добавили возможность сортировать по грузоподъемности, чтобы было понятно, что самое тяжелое у тебя лежит и что нужно первым выгрузить, чтобы разгрузить склад. И полезная штука для стримеров, в частности, когда ты находишься в приватном режиме, чтобы, например, через гильдию не могли сливать информацию на каком-то канале, можно было все равно раньше увидеть, где ты находишься по сообщению о колоколе. То есть, что вот на таком-то канале прозвенел колокол. Теперь эти сообщения для тех, кто в приватном режиме, не показываются вообще. Но, если колокол активирован, то, соответственно, все это можно увидеть. Заставку изменили опять на ту заставку, которая, ну, когда ты выходишь из игры. Ну и тут ничего такого интересного. Теперь магазин. Теперь магазин. Самое полезное из того, что добавили, это, во-первых, наместник богов. Прелесть этого премиум набора в том, что ты... Смотри, написано. Сейчас, секундочку. Или это не то? Вот. Печать мастера. Каждый день ты входишь в игру и получаешь по одной печати мастера. Это как бы экономит тебе... А, вот это благословение ремесленника. 24 жемчуга. Вот, наместник богов ты получаешь за вход в игру 24 жемчужинки. А активировав благословение ремесленника, ты каждый день получаешь память мастера. Вот сейчас чуть сама себе не закопала. И все это за 1000 жемчуга. То есть, в принципе, очень выгодно, потому что ты по факту умножь 24 на 30. Это столько жемчуга ты получишь, ну, типа, кэшбэком таким. Назовем это так. Дальше. Из полезного еще вот скидка на лагерь до сих пор есть. Такие вот наборчики. Но это если кому-то надо. Я, честно говоря, не очень понимаю, кому оно надо. Самое главное это то, что ежика добавили. Вот, собиратели, которые ждали этого ежа. Вот, покупайте его. Вместе с ним идут 16 слотов, баночки на энергию, 2 тома ремесла по одному дню и самое главное ежик. По поводу ежа я рассказывала, у нас есть видос. Как он работает, что он делает, как влияет ранг, нужно, стакаются ли ежи. Ну, то есть, это все, но купить можно только один раз. При этом его можно будет прокачать питомцами, у которых ранг лимитед. Не помню, как он сейчас пишется. Ну, в общем, редкий, редкий. Ну, и дальше тут вот дракончика тоже можно купить, если кому-то интересно. Сам дракончик имеет уникальный бонус увеличения боевого опыта, поиск врагов, вид редкий. То есть, в принципе, он просто прикольный. Вот, смена навыка транспорта, кстати, просто так. Так, если вдруг кто-то смотрел видео с Шайей, ой, с Альпакой, и, ну, мало ли, вдруг вы еще не тестили, либо не прочитали в комментариях. Ребятки, вместо меня, помните, идею я такую выдвинула, как получить все скиллы у Альпаки. Просто менять ее скилл Тьфу на любой рандомный, и при получении уровня будет она брать этот скилл. Это работает, действительно, так что, если вдруг у вас в календарях не завалялось вот таких вот штучек, то ты берешь вот этот набор и ролишь у Альпаки скиллы. Все это делается легко. Горничные, кстати, 2 плюс 2, это самое лучшее предложение, которое вас может здесь ждать. По факту вы за 2 горничных получаете, 2 горничных бесплатно. Это самое лучшее. Вот прям советую, если вы новичок, на будущее вам эти горничные нужны будут. Они разгружают вам вес, разгружают инвентарь. Очень полезная тема. Ну, это на заточку, это кому надо. Вот это вот тоже 30%, тоже Кома Сильвия Луна, но в принципе это можно купить все с аукциона по ставочкам на 30 дней. Так, купоны отобрали. Вот, на 90 дней премиум тоже можно купить со скидкой 20%. Так, сундучок с комплектами. Что за комплекты? Вот такой сундук, 7 штучек с комплектами. 1 или 2 сундука с комплектом из перечисленных ниже. Ну, вот за 700 получается ты можешь купить, рандомно открыть сундук, либо вот их купить 7 штук, либо купить 1 вот такой. Ну, короче, тут уж сами, я думаю, с костюмами сами разберетесь. Минотавр для гиганта, вроде как был этот костюм. Ну, и дальше тут, в принципе, самое интересное, я вам уже показала, все остальное это такое. Не забывайте покупать вот такие наборы за серебро. Вот, ну и в принципе все. Теперь давайте покажу Корею, но по-моему на Корее толком ничего такого нового не добавили, кроме того, что добавили мебель. Для тех, кто, у кого есть сокровища. Карта благородного ученого, компас, банка на ХП, банка на МП, вечная которая. Потом есть у нас еще двойной рывок для Галиона. Это все, вот по крайней мере в Корее, что добавили такие мебель дополнительно. То есть вот у тебя есть, ты приходишь к НПСу и получаешь штучку. В принципе, эти штучки красивые, где-то вот. Но мне сейчас, скорее всего, не покажут это, потому что... А, ну вот. Вот они, видишь, стоят? Вот карта, компас. Вот они тут все нарисованы. Вот, смотри. Очень красиво прям постарались. Вот карта мне нравится еще, видишь, такая тоже светящаяся и этот... Вот. Что еще? Что еще на Корее интересного? На Корее увеличили количество праха Вэла, который ты будешь получать из шарика при открытии шарика. А также добавили способ крафта этого праха Вэла. Это, по-моему, еще самое лучшее, что они тоже сделали для Кореи, потому что лично у нас тоже с прахом Вэла сейчас вроде как наблюдаются проблемы для починки Вэлов. Прям люди прям страдают. Ну и, собственно, добавили еще на Корее промахи. То есть, если ты промахиваешься по персонажу, выскочит надпись Мисс Промах. Так же, как и Крит, или там удар сзади, или там сопротивление. Вот это все выскакивает. Точно так же будет промах. То есть, ты будешь понимать, промахнулся ты, или это рассинхрон, либо что произошло. Вот. Такие обновления у нас, такие обновления в Корее. Я огородик себе вот уже делаю. Сейчас жду, пока вырастет картошка. И вам желаю тоже хорошего дня, хорошего фарма, удачи в игре. Задавайте вопросы, если вдруг есть какие-то вопросы. В комментариях, да, можете в Дискорд написать. Есть у нас еще куча наших социальных сетей. ВК, Телеграм, Дискорд. Есть несколько площадок, где у нас на стримах можно найти. Все это найдете в описании к видео. И приходите на стримы к Нитричу. Каждый день он там ПВП, ПВЕ, контент проходит. Сейчас подумываем над тем, чтобы сходить в Альбион в разведку. Посмотреть в Альб... Ой, не в Альбион, а в Алоды. Вот. Потому что все туда ринулись. Просто посмотреть, может быть, посмотрим. Не знаю, еще пока не решили, но... Может быть, вот. Так что подписывайтесь на канал. Заходите на стримы. Ну и все. Всем хорошего дня. Берегите себя. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео.